Стадион вмещает более трех тысяч болельщиков и трибуны были забиты почти на сто процентов. Вот такой эффект от прошедшего чемпионата мира по футболу. Чемпионат мира закончился, было некоторое опустошение после нашего матча, когда сборная России здесь закончила свой турнирный путь. Но футбол возвращается, очень рад, что в Сочи появилась профессиональная команда, поэтому я здесь, сегодня на первом матче, чтобы поддержать. Я сам занимаюсь футболом до сих пор. Я болею за красивый футбол, хотя я сам за «Спартак» болею, но я сейчас выбрал нейтральную сторону, за красивый футбол болею. Фанатка футбола давно, и так как появился футбольный клуб в Сочи, надо болеть, надо поддерживать наших ребят, ну а как иначе? Отдельную трибуну заняли фанаты «Спартака-2». Они специально привезли в Сочи на игру барабаны и во весь голос распевали кричалки в поддержку столичных футболистов. «Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Вперед, Спартак!» Как отметил тренер команды Сочи Александр Тачилин, клубу еще предстоит период адаптации к жаркому и влажному климату курорта, ведь команда перебралась на побережье из северной столицы. Петербургский футбольный клуб «Динамо» перед стартом сезона первенства «ФНЛ» переехал на юг и сменил название. На стадионе имени Мэтр Эвелли команда проведет только первые матчи, затем будет играть на стадионе «Фишт».